Среди победителей есть и совсем молодые ульяновские ТОСы. Например, ТОСу в Алжане нет еще и года, но с марта 2023-го активисты уже многое сделали. Проводили субботники, мотофестиваль в День молодежи, благоустроили кладбище. Президентский грант 450 тысяч рублей ТОСу в Алжане предоставили на реализацию проекта «Связь поколений». И направлен он на объединение поколений старшего и младшего. Вечная проблема отцов и детей, а у нас это даже проблема бабушек и внуков. Будем ее решать, создавать такое культурное пространство. По задумке активистов на базе клуба в селе «Русская Бегтяшка» Сенгелеевского района старшее поколение будет делиться жизненным опытом с молодежью, а младшее – обучать пожилых людей компьютерной грамотности. Также участников проекта ждут кинопоказы, творческая мастерская и многое другое. Помимо в Алжан президентские гранты получили еще 10 региональных ТОСов. Ульяновская область опять в лидерах. Из 28 проектов победившихся из всех ТОСов Российской Федерации, 11 проектов – это ТОСы Ульяновской области. И что очень радует, что из 11 проектов, 7 проектов ТОС – совершенно молодые ТОСы, которые победили в первый раз. На достигнутом ульяновские активисты останавливаться не планируют, ведь с 1 февраля по 15 марта будут приниматься заявки на участие во втором конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации. Юлия Руднева, Сергей Кудаков, Уллправда.ТВ